Ребятки, всем приветики! Я хотела давно с вами поговорить о том, о семе-пятом-десятом. Сегодня у нас будет небольшой влог. Знаете, чисто такой домашний, наверное, всё-таки. Чего? По планах у меня сегодня либо покраситься, либо посторишься. В общем, рассказываю, что у меня сейчас творится в жизни. Не знаю, что-то мне как-то в последнее время очень хочется поменять свой контент, сделать его, ну, достойным, сделать весёлое, не знаю, качественное и интересное видео. Вы знаете, как это тяжело угодить всем, а в первую очередь самой себе. Вот, потому что я вот реально уже около месяца думаю... Ну ладно, не месяца, а недели-две где-то думаю о том, что бы я хотела снимать, что это за контент должен быть. И как бы мне хотелось бы снимать какие-то драг-квин-образы, макияжи, перевоплощения. Вот как, например, у Егора Андрющенко. Да, идея самого... Сама подача очень интересна, но если бы она ещё была бы немножко со смыслом, ну, там быть, знаешь, я бы приукрасила бы немножко, там добавила, это бы убрала, и было бы вообще персик, как я бы вообще бы днями и ночами смотрела. Вот. И хочется тоже нести что-то смешное людям, веселить их, потому что сейчас в тяжёлые такие времена. Мне кажется, не знаю, просто, знаете, иногда я просто задумываюсь о том, что типа, блин, Юль, что ты снимаешь? Кому это, блядь, интересно? Твои истории, вот эти вот жизненные пути. Хотя в тот же момент, когда я это всё выставляю, я получаю огромную-огромную-огромную отдачу от вас, ребят. Когда вы мне пишите в директ, когда оставляете комментарии. Ну, в общем, надо подумать. Если вы готовы мне помочь, что бы вы хотели видеть, ну, вот реально, знаете, не типа видео, как вопрос-ответ, так неинтересно, ну, серьёзно. Хочется чего-то такого вот, чего-то этакого. Хотите, буду стараться снимать больше у Америки, как вот изначально я делала. Есть, в принципе, что снимать? Ну, тоже этих видео о Америке, ну, очень много. Ладно, короче, сейчас мы с вами решим, что мы будем делать. Корни у меня отросли. Не знаю, на сколько миллиметров. Думаю, на миллиметров 6-12. Красится, не красится? Стричься, не стричься? Это логическая цепочка у меня здесь в голове. Также я, кто не знает, я переехала в новую комнату, живу отдельно. Мне кажется, это ещё недолго продлится, потому что комната, в которой я живу, стоит в месяц 1200 долларов. И знаете, тяжело на видео заработать такие бабки. Комнату ром-тур, конечно, будет позже, пока я доставлю то, что я хочу, чтобы у меня появилось в комнате. Вот у меня сейчас появился ковёр, который я хотела. Кстати, его нашла на мусорке, так можно сказать, такая вот мусорка, где люди просто выставляют на улицу вещи. Там, знаете, мебель часто, ковры, там, тумбочки. Ну, нормальные вещи, которые просто люди хотят поменять. И я притащила домой два ковра. Вот такая вот я. Всё домой. Ну, хоть сегодня я... А какую я футболку одела? Нормальную, да? Ну, или не очень? Ну, а где моя краска? Ну, я надеюсь на то, что сейчас у меня хоть что-то адекватное получится с этого. Знаете, я просто экспериментатор, а ещё тот. Люблю вот это вот экспериментировать над собой, над волосами. Не знаю, может, лучше вообще поскричься. Вообще идея того, что я стриглась, была так вау. Я отращиваю здоровый волос. Ну, и вообще просто стригусь. А сейчас, смотрите, как уже отросли, ей жалко простригать. И в то же время, если я покрашу, уже не будет натуральных волос. Ладно, отрастёт, а потом я уже вот... Сколько здесь сантиметров там себе чик и всё. Правильно? Правильно. Так я себя успокаиваю. Почему я зелёная? Потому что начали давать вот сумасшедший эксперимент. Я бы удивилась, если бы ты была бы, я не знаю... Тёмненькая, да? Да, тёмненькая. Это было бы слишком неожиданно, слишком банально. Слишком просто. Конечно, это не твоё явно. Может, слишком мало тёмной краски? Да вроде темнеет, вроде уже не зелёная. Я специально не смотрела, что у меня там получилось. Хотела посмотреть это вместе с вами. Я уже вижу, что зелёный оттенок. Какой-то он странный на самом деле. Тёмно-русый с каким-то оттенком. Тёмно-русый с зелёным оттенком. Лайфхак. Если у вас такие же короткие волосы, как у меня, и вы не знаете, чем их уложить, очень помогают вот такие вот шапочки для парика. Либо можно просто взять капроновый носок, либо колготки просто отрезать. У меня тут вихри есть. И я их просто вот так вот приглаживаю волосики. Хожу там минут несколько. И всё, тогда вот такая типа соска-нерялка. Странно говорить, да? С соска-нерялка с лосой головой. И прыщавым лицом, как у подростка. Такая жизнь она. Несправедливая. Ходите, я покажу Лухари Лаев. Это наш чёрный ход. Мы здесь не часто ходим. Так мы выходим. Это мы тут выходим. Так идём, идём, идём. Самолёты, птицы, вертолёты постоянно летают. У соседей живут. Вот так вот выглядит дом, в котором я живу. Это пристройка такая Лухари, да? Как бы понимаете? Тут гаражи, сараи. Пожалуйста, задний дворик наш. Такой, конечно, не щелёбский, но ничего. Это мусорные баки, которые стоят у меня под этим. Моя лакшери Пальма, которая у меня здесь есть. И вход в апартаменты в мою. Ну что, ребят, вот таким вот примерно образом выглядит мой поход в лаунгеры. Почему именно таким? Потому что у меня в доме нету стиральной машины. Есть тут такие вот машины, их здесь много, они есть разные. Вот это, например, ну не всех вот по доллару, прайс, представляешь? Ещё здесь есть вот такая вот машинка, которая тебе выдаст квотеры. Это мелочь, за которую ты будешь стираться. Что это? Подельные пять долларов? Нет, ещё раз. Окей. Ага. Реально подельные пять долларов. Золотишко, серебришко. Как бы естественно с собой нужно приносить порошок. И два. Берлиж. Ой, только мои грязные дружки не показывай. А что ты не показывай? Ну а что показывать-то, ну их нужно нюхать. Кстати, я тебе рекомендую сначала наливать порошок по правилам, потом бельё, потому что иногда от порошка у лица с шеи пятна на белье бывают. Да. Это потому что его сверху льют. Какая ты умная. Это опыт. Все равно как-то так странно постиралось. Просто смотри. Что, не отстиралось? Что это за пятна? Понятно, блядь. Супер лаундрик. То есть ты хочешь ещё съесть, да? Два доллара, чтобы моя стирка превратилась в десять долларов. Супер лаундрик. Супер лаундрик. Супер лаундрик. Просто ещё хуже стало. Смотри. А что это такое? Кончат. Ты ничего дополнительного туда не наливала? Здесь не написано, сколько стоит стирка, сколько скинете. Ну да. Только их будет. Вот здесь время напишите. Я просто только что читала сообщение от моего подруги. Всё, пора вызывать скорую. Я умираю, потому что только что съела пачку невеганских хариба. Представляете? Всё. Жесть. Просто я дожевываю. Я хочу вам кое-что сказать. Не знаю, не могу вычитать в интернете, правда это или нет, но вот эти супер веганские, как бы типа мишки хариба, оказываются невеганские. Я только что съела кости, шкуры животных. Но было вкусно. Не обращайте на нашу русскую супер классную скатерть, она у нас самая лучшая. Юля покупала. Давай, показывай, Юлечка. Два авокадо, помидорчики, моцарелла, пим-чиз. Сами видите, что это. Это самая морковка. Юлечка сегодня будет готовить томатный суп. Это у нас будет зажарочка. Это вот такие вот. А что это за специи? Это ты взяла? Это чёрный перец? Конечно. Это он так выглядит? Да. Я думала, что это за хрень вообще? Познакомься, чёрный перец. Спасибо. Это я чеснок взяла. Это я взяла такие, знаете, набор всяких овощей. К супчику нашему. Это всё? А здесь что показывай? Здесь что? Я не знаю. Здесь свои суперполезные продукты, которые ты больше всех любишь. Да, люблю я эти продукты. Это у нас пол не грязный, он не оттирается. Очень полезное, очень диетическое. Обожаю. То, что доктор прописал. Правильное питание, вот что я называю фаз. Ну это такое, это уже. Ну это уже в принципе. Это моя слабость уже такая. Это ещё одни веганские штучки. Вот руби костей поедим потом с чаем. Это манго у нас будет дозревать на солнышке. Ну это мы уже. Это мы будем кайфовать. Нюхать бельё чистое, стиранное. Итак, для того, чтобы приготовить томатный суп, вам нужно сделать зажарку. У меня здесь лук, морковка и перчик. Также основным ингредиентом будет этот томатный суп. Как ни странно бы, да? В Америке продаётся вот такие вот бутылки с томатным супом. Его можно на самом деле уже сейчас такой, как он есть, разогреть и просто кушать. Но я предпочитаю сделать так. Добавить туда зажарочку, добавить туда вкусных специй, добавить туда авокадо можно, в принципе. Вариантов очень много, знаете, зайдите, посмотрите. Просто когда не используется вот эта вот штука батья, ну типа нужно... А, точно, ещё, подожди. А также обязательно я хочу использовать один помидорчик для того, чтобы просто чисто ради прикола. Просто потому что мне так хочется. Ну и, в принципе, всё. Вот такой вот у нас тут будет. Паст, да? И обязательно нужно подогреть водичку, потому что я хочу смешать пол вот этого супа и пол водички. Нормально объяснила, да? Всем всё понятно, но пол пол. Смотрите, я хочу дальше добавить томаты, просто помидорчик. Для этого мне нужно убрать кожуру. Для этого я делаю небольшой надрез на попке или на седой кинке, неважно, без разницы. Вот так вот, в принципе. И заливаю кипяточком. На самом деле это не суп. Знаешь, похоже просто на... Томатный концентрат. Томатный сок больше. Ну неплохой. Хочешь попробовать? Нет, я уже попробую. Чуть-чуть добавлю, чтобы оно просто всё вместе протушилось. Это будет крутонный из цельнозернового хлеба. О, боже мой! Вы понимаете, да, насколько всё серьёзно? Итак, дальше. Получившуюся смесь мы выливаем в кастрюльку нашу. Дальше идёт вот этот вот томатный суп. 500 миллиграмм я добавлю водички, потому что если не добавлять воду, оставить всё как есть, вот этот, в общем, всё вместе получается очень сильно насыщенно, знаете, прям... Ну ты можешь максимум съесть потом одну тарелочку, и дальше он будет тебе казаться лыгой. Пахнет! Я представляю, как это замечательно будет. Восхитительно, да? М-м-м, вкусно. Да, с сухариками, с сыром. В сочетании так прикольно. М-м-м.